Джозеф Редьярд Китлинг «Книга Джунглей» 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 Вернув своего детства. Он тосковал по ней, развлекал рассказами об индийских приключениях знакомых. Однажды эти рассказы услышала писательница, редактор детского журнала. Киплинг поддался ее настойчивым уговорам и принес в журнал свои сочинения, назвав их «Книга джунглей». Так мир узнал о Маугли и его друзьях. Киплинг счастлив, у него есть любимая жена, выходят его книги, читатели ждут их с нетерпением. В них рождаются дочки, Джозефина и Элси, а потом и сын Джон. Родители души в них не чают, тем страшнее стал для Реда Эрда и Каролины внезапный удар судьбы. От воспаления легких умерла старшая дочь, Джозефина. Родители долго не могли прийти в себя, замкнулись, почти перестали общаться с посторонними. Началась Первая мировая война. Семьей Киплингов был молодой мужчина призывного возраста, единственный сын Джон. У юноши было слабое зрение, его не брали в армию. Но любящий отец, всегда мягкий и добрый со своими детьми, имел твердые принципы. Во время сражений нельзя отсиживаться дома. Реда Эрд Киплинг поднял все свои связи и добился того, чтобы Джона взяли в армию. Родители гордились сыном, а потом узнали, что он пропал без вести. Четыре года они пытались отыскать сына, но безрезультатно. После этого писатель окончательно загнулся в себе. Он поселился уединенно, ни с кем не встречался и не входил в свет. Он продолжал писать, но самыми популярными остались его произведения, книга «Джунгли» и «Ким». Они дышат жаркими индийскими ветрами, переливаются яркими красками, сверкают драгоценным блеском писательской фантазии. Киплингу пытались вручить ордена за многочисленные заслуги. Он их не принял. Его хотели посвятить в рыцаре, писатель отказался. «Я хочу остаться просто Киплингом». Писатели присудили Нобелевскую премию в области литературы. Ему тогда было всего 42 года, и до сих пор этот рекорд не перекрыт. Киплинг остался самым молодым Нобелевским лауреатом. Но и на вручении премии Редверд остался верен себе. Не стал произносить никаких речей. Он умер в 1936 году, в 70 лет. Похоронен Редверд Киплинг в Вестминстерском области. Рядом с ним покоятся известные личности – Томас Харти и Чарльз Диккенс. Каролина скончалась через 4 года. Их младшая дочь Элси прожила 80 лет. Детей у нее не было. С годами интерес к творчеству Редверда Киплинга не ослабевает. Еще в начале 40-х годов прошлого века по критике начали пересмысливать его произведения. После того, как из печати повторно вышел сборник его стихотворений, интерес к творческому наследию литератора возродился с новой силой. Продолжение следует...